Доброго всем времени суток, уважаемые леди и джентльмены! На ваших экранах симулятор спецназа. Полный реализм. Реально существующая экипировка, реально существующие боевые классы. Ну и, конечно же, реально существующая баллистика. При попадании пулей в тело, поведении пуль, при том, как они вылетают из ствола нашего спецуры. Это, я вам скажу, ребята, очень потная игра. Даже на низком уровне сложности невероятно тяжело ее проходить и в нее играть. Поверьте мне на слово. Единственный оперативник, которым я прохожу, это мужик с бронированным щитом. Даже, наверное, правильнее сказать, не просто с бронированным, а с охереть, каким бронированным щитом, потому что в этот щит лупят из дробовика, из автомата, с пистолетов. Даже флешки рядом со щитом взрываются. И, ну, флешки — это граната светошумовая. На жаргоне спецназа она называется флешкой. Откуда я знаю? Я знаю, потому что я служил в армии. Значит, что нужно сделать в этой игре? Нам нужно спасти заложника, и спасать его нужно в группе из четырех человек. Но я решил в одиночку спасти, чтобы показать вам, типа, какой я крутой супергерой, который в одиночку спасает чувака. Вообще, игра очень классная. Называется она по-английски Rainbow Six Siege, что в переводе означает «Радуга 6 осадан». Вышла она, если я не ошибаюсь, по-моему, в семнадцатом году. И в нее люди продолжают упорно играть, получают от нее удовольствие. Я очень люблю эту игру, она мне нравится. Особенно мне нравится выполнять миссии в одиночку против огромного количества террористов. Обожаю так играть. Ну и, конечно же, я люблю играть в группе в кооперативе с другими игроками против исключительного интеллекта. PvP-режим мне не очень нравится, потому что если в PvP-режиме либо в нашей команде, либо во вражеской попадается чувак, который умеет играть, тире задрот, тире очень любящий эту игру, тире проводящий в ней всю свою свободное время, всю свою жизнь. Так вот, если появляется такой человек либо в нашей, либо во вражеской команде, то все. Это, ребята, сразу 6-0 в одни ворота. Какого бы он оперативника не выбрал, он все равно выиграет, и все уже понятно. После первого же раунда ты понимаешь, что как бы, ну, смысла играть вообще нет. Он в одно рыло выносит по 4-3 человека, там чисто случайно он может не выиграть. Поэтому я играю либо в кооперативе с другими против искусственного интеллекта, либо сам против искусственного интеллекта. И еще вот совсем недавно по этой игре вам расскажу. Вспомнил, как я играл в предыдущую часть Радуги. Это была Rainbow Six Vegas 2. Обожал я эту игру. Ну и что вы думаете? После того, как я немножечко так уже наигрался в осаду, то есть вот в эту часть текущую, которую вы смотрите, я решил скачать старую добрую Радугу 6 Vegas 2. Там кастомизация хорошая, все интересно, все круто. Ну, блин, ребята, она уже немножечко морально подустарела, и после вот этой вот части, после осады, она уже просто не заходит. Просто, ну, потому что играется уже совсем иначе. Текстурки другие, звуки другие. Ну, вообще, все другое, короче, не зашла. Поэтому не рекомендую. Если вы любите эту игру, пробовать предыдущие части я бы вам, конечно, не советовал. Если уж играете в это, то лучше играйте в это. Не знаю, там были щитоносцы в той части или нет, но в этой вот части есть вот этот вот щитоносец. Я на него собрал денежек, купил этого оперативника и с огромным удовольствием за него играю. Ребята, это просто непередаваемые эмоции. Это такой кайф играть за человека-танка. Вот реально танк. Просто он ничего не боится. Ничего абсолютно он не боится. Его щит выдерживает все попадания. У меня даже не получилось сделать краш-тест щита. Потому что единственное, что показывает на то, что щит получает повреждения, это на пулестойком стекле, на пуленепробиваемом стекле, появляется трещина. Но ни разу я не попадал в такую ситуацию, чтобы мой щит сломали. Наверняка он ломается. Я даже уверен в том, что он ломается. Но у меня таких ситуаций не было. По крайней мере, я не попадал никогда. Когда вот видите, даже можно просто тупо вплотную подойти к чуваку, ударить его щитом. И таким образом, как бы, его обезвредить. Даже можно пройти миссию, вот по правде вам, если признаться, без единого выстрела. Просто тупо выносить всех щитом. Все. Это просто шикардос, ребята. Это офигенное ощущение, когда ты знаешь, что тебя могут убить с одной пули в голову. Даже если на тебе баллистический шлем. Это может быть штурмовая винтовка с таким нормальным калибром и скоростью полета пули. Это может быть снайперка. Это может быть дробовик. Я про дробовик вообще молчу с близкой дистанции. То есть вас в этой игре, это реальный симулятор, ну чувствуется, что ты играешь в симулятор, когда два выстрела и ты лежишь там. Ну или три выстрела, в зависимости от того, в какую часть тела попадет пуля. Это просто, ребята, офигенно, когда ты понимаешь, что тебя могут вынести с одной плюхи. И ты с этим щитом просто ходишь, как танк. В первую мировую войну были танки, вот только-только они начали появляться. И люди, обычные солдаты, они просто не знали, что с этим делать. Они воспринимали это как какого-то железного неубиваемого монстра. Так и здесь. Ходишь с этим щитом, это просто, ребята, такая кайфушка, что, блин, вам не передать. Это надо ощутить именно... Я не знаю, как это смотрится, но я вам точно могу рассказать, как это играется. А играется это просто охренительно, ребята. Просто охренительно. Вообще, когда заходишь в комнату, по тебе начинают шмалять. И понимаешь, что щит, ну как бы, он очень прочный, конечно, все супер. Но прочность не бесконечная. Нужно действовать, но в то же время ты чувствуешь себя в безопасности. Люди тебя боятся, убегают от тебя эти NPC. Просто кайфуха. Вот можно подойти вплотную и шмалять просто с пистолета. Это единственная хрень, что большой разброс. Как бы тут делается упор на реализм. И оперативник, он не может навскидку без прицела, как бы, стрелять. Поэтому получается вот такой вот разброс, когда мы держим пистолет вот так. Именно вот как сейчас вы видите. Вот получается большой разброс. Но когда целишься, просто ложишь пистолет на угол щита, простреливаешь бошки. Это просто охрененно. То есть в любой момент у тебя есть осознание того, что ты можешь быть в полной безопасности. И еще здесь есть такой шикарный режим в щите, когда защита повышается и откладывается верхний бронелист, боковые бронелисты. И получается спецназовец защищен практически полностью. Вот он, этот режим. Я вам его специально показываю сейчас. Сейчас мы не боимся никакой фронтальной атаки. Подчеркиваю, только фронтальной. В спину вас все равно в таком режиме могут убить. И сбоку, если будут стрелять под нужным углом, вас тоже прикончат, скорее всего. Но зато в этом режиме башни... Кстати, щит называется скала, недаром. В этом режиме башни, когда мы отстегиваем все броневые пластины... И точнее не отстегиваем, а пристегиваем, так правильнее будет сказать. Когда мы всю эту броню пристегиваем, мы можем ходить в полный рост, не в приседе, вот как я все время хожу с пистолетом на изготовку, в приседе. В режиме разложенной башни, вот этой скалы полной, мы можем ходить в рост, абсолютно не бояться фронтальных атак. Самое главное, держаться спиной к неразрушаемой стене. Потому что здесь есть стены разрушаемые, я несколько раз попадал в такую ситуацию, когда враг херачил лимонку под стену, под которой я стою. Стена была не кирпичная, она разлеталась, соответственно, нас относило тоже от этой гранаты, и часто оперативник из-за этого умирал. Поэтому нужно всегда помнить о том, что рядом с вами должны быть неразрушаемые стены. И нужно двигаться с учетом того, что с фронта, если вы используете щит, вас не прострелят. Я думаю, наверное, щит можно только уничтожить гранатой, и то у меня большие сомнения. Насчет уничтожения гранатой щита, я ни разу не попадал в ситуацию, конечно, когда осколочная граната взрывалась рядом с этим щитом. Но могу вам сказать, что дробовик, пистолет, штурмовую винтовку этот щит выдерживает на ура. Ну, как вы видели, появились трещины на стекле пули непробиваемом. Но это нам показывает только то, что мы закрываемся этой херней, и эта херня несет урон. Но по-прежнему, даже с треснутым щитом, мы являемся танком. Это просто офигенно, ребята, просто офигенно. Если, например, есть какая-то миссия именно за штурмовиков, есть, кстати, тут два класса, защитники и штурмовики, два класса спецназа. Так вот, когда играешь за штурмовиков, есть такие миссии, где нужно просто всех уничтожить. И вот этот вот именно боец, который использует башенный щит, он, мне кажется, наиболее является приемлемым для новичков. Хотя, пишут разработчики, что за этот класс играть очень трудно. И дают ему, как бы, типа, третий класс сложности. Всего есть первый класс, это самый легкий, второй чуть посложнее, третий самый сложный. Но почему-то на щитоносца навесили самый сложный, якобы. Он является самым сложным классом бойца, которому трудно приноровиться и прочее, прочее, прочее. Но мне за него играется просто шикарно. Ни за кого у меня не получалось так легко отыграть, как за этого оперативника. Ну вот, в принципе, пока я вам рассказывал, миссия и закончилась. Вы видели все перестрелки, вы все видели. Вот сейчас попытается, вот, террорюга выбежал, но миссия уже закончилась. Он там, по-моему, пару выстрелов только в нашу сторону сделал, и все. Вот такая вот получилась, ребятки, шикарная видюха. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Это был ютуб-канал Боттербин. Всем пока! Пока! Хай-хай!